Приветствую вас, друзья, в эфире программа «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Доделев. Телезрители знают ее как ведущую, а читатели – как автора десятка произведений. В студии Татьяна Устинова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Евгений. Рада видеть вас. Взаимно. Не видела сто лет. Я просто на экране вам любуюсь. Всегда, когда готовлюсь к встрече с гостем, начинаю с моего героя. С вашего героя. Спасибо вам большое. Спасибо. У меня как мастер слова к вам вопрос про отношение к феминитивам. Вот сейчас знаете увлечение этим. Редакторка, блогерка. Как вы к этому относитесь? А к словам? Да, вот к тому, что вот уже, допустим, нельзя сказать. Я не могу вас представить как писатель Устинова. Я должен обязательно все-таки говорить «писательница» Устинова. Ой, Женя, это такая глупость, на мой взгляд. Вообще полная какая-то чушь именно в отношении языка. Никакой нет писательки. Мы не в Чехии живем и не на чешском языке говорим. Не, не, не. Я просто приехала в Чехию, когда давным-давно мы с тетей приехали, значит, тетя приехала лечить там какой-то свой гастрит, а я увязалась за ней в Карловы Вары, потому что, ну, прям это было мне очень интересно. Я там что-то читала много про этого Карла, про эти источники, про оленей скок, про какой-то там домик Петра, там где-то тоже есть. И я приехала, а там очень много было людей с книжками. И я на каком-то с книжками, а там портрет мой. И я, значит, подписываю кому-то какую-то книжку, и человек на ресепшене или горничная, что ли, она так с уважением мне говорит, пани писателка, я писателка, пани, если по-чешски говорит, то, наверное, и писателка, и блогерка, и секретутка, или, как надо сказать, секреталка. Я считаю, что в смысле русского языка это, конечно, полная чушь, как, я не знаю, и слово волнительно, и слово ошеломительно. Нету слов таких в русском языке. Есть слово волнующее, есть слово ошеломляющее, да, этих слов нет. Так и слово блогерка, и, как вы еще сказали, что, редакторка? Редакторка, да. Таких слов нет, быть не может, и пока эти суффиксы еще не ввели законодательно, Боже, избавь нас от такого горя, если Володя Толстой нас сейчас слышит, который собирается как раз проводить некое совещание по новым нормам русского языка, «Володь, не надо это вводить в норму русского языка, я вас умоляю». А поэтому я писатель и телеведущий, и что хотите с этим делать. А вот как быть статистом, что носитель языка всегда прав, что вот в конце концов кофе бились, бились, и теперь уже у нас с кофе можно и так, и этак, и оно, и она. Ну, вы знаете, вообще же, как вам сказать, любая система склонна к упрощению. Слишком сложные системы не жизнеспособны, это вам скажет любой физик, да? Что чем она вот больше закукливается, как писали там в свое время Стругацкие, тем ей проще жить. Поэтому и зайца можно через ей писать, и кофе может быть оно или она, и так далее. Это ничего не меняет в системе координат людей, которые по-русски любят говорить. Мне нравится русский язык страшно, просто страшно. Я не могу сказать, что я большой знаток, например, китайского, да, что мне, допустим, и китайский тоже нравился. Но русский мне вот прям нравится, вот прям он мне нравится. И не только потому, что им разговаривал Ленин, а потому, что у Бунина есть совершенно прекрасная фраза. Бунин рассказывал, в разговоре с кем-то говорил, почему, допустим, Набокову дали Нобелевскую премию по литературе, а Бунину не дали. И Бунин, мне прям нравится этот пример. И Бунин, значит, говорит, что очень трудно переводить его самого, Ивана Алексеевича. И он, значит, говорит, ну вот как перевести фразу, стояли сиреневые предпасхальные сумерки, Жень. И любой человек, который говорит по-русски, стояли сиреневые предпасхальные сумерки. Это четыре слова, да? Он знает, какое время года, он знает, что сейчас слышно в воздухе, колокола, он слышит запахи, потому что уже куличи пошли, и уже в церкви свечи горят, и ладаном оттуда тянет. Вот и поди это переведи. Ты это переведешь, ну, получится, да, некий вечер. К чему он нужен, этот некий вечер? А по-русски это все вот так. Вам образование, ваш физика, когда-нибудь в работе пригодилось? Смотрите, во-первых, мне очень трудно заморочить голову. Именно потому, что вы знаете, как все устроено. Да, именно потому, что нас системно учили. Нас учили системному взгляду на мир. А любой взгляд на мир, на мой взгляд, это не набор неких фактов. Потому что сейчас, я знаю это по своим детям, да, учат набору фактов. В 12-м году Наполеон напал на Москву, с какого лешего он на нее напал. А потом почему-то он был в Египте, или до этого он что-то делал в Египте. Этого никто не знает. Но это нужно заучить. Как это заучить? Непонятно. Зачем? Тоже непонятно. А нас учили, особенно в институте, вот некоему системному подходу ко взгляду на мир. Он мне очень дорог и важен. Разумеется, не могу сказать, что каждый день я высчитываю в голове основание натурального логарифма. Но я знаю, яблоко всегда упадет вниз. Из чашки мы воду будем лить, она тоже будет литься вниз, потому что существует сила тяжести. И мы хоть тут все начнем чечетку плясать, мы все равно этого не отменим. Поэтому, конечно, образование мне помогает. Потом образование, любое образование, это системная работа. То есть ты сидишь и учишь, и учишь, и читаешь, и читаешь эти фейнмановские лекции по физике, будь они неладные. И читаешь ты их, и читаешь. И сейчас, когда мне нужно работать, я не знаю, пять часов подряд, я работаю пять часов подряд, я привыкла. Когда вы говорите, работаете пять часов подряд, вы какой род деятельности имеете в виду? Ну, та же литературная работа. Понимаете, что значит писать роман? Писать роман, значит, сидеть и писать. То есть вот ты сидишь в кресле или на стуле, и, значит, пишешь роман. Невозможно писать роман по пять минут, когда на тебя снизойдет вдохновение. В этой работе очень много ремесленничества. Я занимаюсь ремеслом, как, я не знаю, как и спиноза, который для того, чтобы... Не сравнивая себя со спинозой, да, вы не поймите? Неправильно, Жень. Но он, например, для того, чтобы сосредоточиться на своих философских концепциях, потому что он все время спорил с иудейскими разными проповедниками, да, он шлифовал оптические стекла. Гюйгенс кому-то писал, что в Рорбурге под Амстердамом живет один еврей, который делает лучшие стекла для микроскопов. И он вот это делал, а поди ты пошлифуй стекло в 16 веке, в 17, да? А он сидел, шлифовал и думал. Это сравни немножко к писательской работе. Ты сидишь и думаешь. Вот вы меня озадачили, потому что, насколько я понимаю, что вы достаточно эмоциональный человек, поэтому, когда вы пишете, и там, допустим, у вашего персонажа какое-то горе, вы можете рыдать. Это правда. И там это как-то, ну, это же не шлифовать стекло. То есть, если это какая-то эмоциональная вовлеченность и момент сопереживания всем персонажам, это же требует, ну, помимо вот шлифования, то есть набивания перстами текста, какой-то работы, ну, душевного плана, нет? Конечно, конечно, но ведь и я не спиноза, да? То есть, это я просто его привела в пример, просто потому, что он со мной приехал в сумки. А это, конечно, это такая достаточно серьезная душевная работа, особенно, когда происходит в тексте что-то взрывоопасное. Это не важно, что. Действие какое-то там страшное или серьезное. Или любовь какая-то до гроба, да? Или, наоборот, трагическое расставание. Она любила его, а он любил родину, а занимал заря. Вот это все требует, конечно, эмоциональных усилий. Но когда ты просто записываешь за собой какие-то мысли, это как раз вот такое ремесло. Прямо это надо сидеть и писать. Я могу сидеть и писать. Меня научили в институте этому сидению за работой. А, за работой. Не за складыванием. Вы помните, когда вы впервые сложили слова, фразы? Я помню, это прекрасно. Про Дуванчик, да? Мы говорили про ваш первый рассказ. Вы знаете, даже еще раньше. До рассказа о Дуванчике? Да. Я помню не слова, фразы, а буквы в слово. Я просто это помню, ощущение. Я даже тетрадку помню. И чернила, помню, фиолетовые. Мы писали такими перьевыми школьными ручками. Я помню. Да, которые уже не макали, но нужно было написать именно перьевой ручкой. Я помню, вот все писали, писали вот эти какие-то крючки, крючки, крючки. Потом какие-то овалы, овалы. А потом, я помню, эти крючки и овалы сложили слово молоко. Молоко – это чашка, которую вечером приносит мама. Ее обязательно надо выпить. На нем всегда пенка. Эту пенку нужно сдуть, потому что ее невозможно проглотить. И она тогда прилипает к противоположной стенке этой чашки. И ты, когда глотаешь это молоко, оно же горячее. Ты глотаешь, ты носом упираешься в эту пенку. И вот это написано. М-у-ло-ко. Так это же, оказывается, вот это что? И вот это чувство я помню прекрасно. Андрей Сергеевич Кончаловский у меня как-то озадачил. Он сказал, что текст, написанный на клавиатуре, набитый, и написанный вот, ну, как вы говорите, ручкой, в этой работе разные участки мозга оказываются задействованы. То есть какие-то там фрагменты отвечают. Как вы считаете, на качество текста и на, может быть, позволю себе слово, концепт текста влияет, это написано перевой ручкой или набито на клавиши? Конечно. Влияет? Конечно. Это совершенно разные тексты. И это вообще разное. Да ладно. Да я вам кляну, что... Ну, разве он не рождается сперва в голове? Вот у вас вы какую-то фразу увидели, потом ее, ну, либо набили, либо записали. Нет, она, конечно, она рождается в голове. И первым делом я пишу ее ручкой. Да. А, все-таки. Абсолютно. И у меня, у меня огромное количество тетрадок, причем они все разные. Все разные. Есть тетрадки в линейку, есть тетрадки в клетку, есть тетрадки на пружине, есть тетрадки, которые открываются вот так. Они все для разного. Вот здесь написано биография героя. Все ручкой. И у меня перьевые ручки до сих пор. Да ладно, вы меня вот сейчас... Я вам сейчас покажу и сумки достану. Честное слово. Значит, здесь написано биография героя. Здесь написано план, что зачем, да, чтобы у меня не оказалось, как в основном оказывалось у Достоевского, его правили потом редактор, они его терпеть не могли. Что у него в первой главе у героя сын и дочь, во второй главе дочь и дочь, а в последней сын и две дочери, да. И вот этот редактор должен был ловить эту вот историю, да, все-таки кто же там у героя. А он же печатался в журнале. И он каждый раз выходил по-новому как бы, да. И вот, чтобы у меня так не получилось, все-таки я не Федор Михайлович, и за мной не будет никто это ничего ловить. А я пишу, что часы вначале показывали половину пятого, и машина была зеленая. Для этого существует отдельная тетрадка. Существуют листы, которые я, я могу в этом признаться, я краду в своем офисе на телевизионной работе, потому что наш телевизионный офис не скупится на бумагу и покупает бумагу очень высокого качества. И я ее ворую, это листы А4, на которых я пишу то, что сейчас происходит, потому что текст меняется. Вот я план написала, плану я никогда не могу следовать, он меняется, и я пишу, что происходит сейчас. Это все совершенно разные бумажки, разные тексты. И я когда пишу, у меня стол вот так завален бумагами, написанными от руки. В середине стоит компьютер, где я набираю текст, и он совсем другой. Он, как вам сказать, он такой уверенный, он такой жесткий, вот тот, который набран. Он такой похож на типографский уже, еще не типографский, но уже похож. Он весь такой строевой, а то, что у меня на листах, это все шаляй-валяй. Еще бывает разными чернилами, очень люблю зеленый. И это вот, как говорили в фильме про Агапита, Москва-Кассиопия, помните роботы? Я робот, я дефектный. Это вот я. Ну, а все-таки я позволю не согласиться с высказанным вами тезисом, что носитель не имеет значения. Мне все-таки кажется, что тот же текст, который ты читаешь на планшете специальном, и читаешь вот на бумаге, он воспринимается, вот мной воспринимается по-другому. Ну, так как вы тогда противоречите себе? Потому что вы сказали, что носитель, лишь бы были книги, а какой носитель не имеет значения? Сказали вы однажды. Да-да-да, я нисколько от этого не отказываюсь, потому что я считаю, что человек, которому удобно читать в планшете, в телефоне, на берестяной грамоте, или в памплисите, как в древнем Египте, он должен читать хоть где. Что касается лично меня, то я, конечно, читаю книжки. Книжки в виде книжек. И никакие попытки моих детей, но они, собственно, не очень их предпринимали, потому что они понимают, что это дохлый номер. А как-то снабдить меня читалками, я не могу, меня они раздражают. Вот само вот это устройство, ридеры, да, или как это называется. Ридеры, да. Они меня просто раздражают, я поэтому читаю книжки, покупаю их, вожу с собой. Тяжесть такую. Да, тяжесть такую, да, и мне говорят, а что в чемодане? Книги, как у Владимира Ленина, да, и переход через границу с искрой, с тиражом. Пока мы не забыли про дуанчик, я знаю эту историю, что вы написали, рассказ, что это был первый класс, или... Первый класс, да, да, да. В первом классе, и он... Бабушка, да, ваша расправилась? Бабушка, а родители уехали в Питер, в Ленинград. У них была такая затея, у моих родителей, они были по тем временам достаточно состоятельные люди, потому что папа много летал, полетами он занимался, и ему хорошо платили за это. У них машина всегда была, то есть вот они такие советские инженеры, но не бедные. И они ездили в Ленинград, в БДТ, в Станогово, на спектакли, когда удавалось достать билеты. Естественно, никаких гостиниц там не было, они жили у каких-то друзей и знакомых, но вот такой был момент, что они ездили в Ленинград. Вот они уехали на суббот с воскресеньем на спектакль. Я даже помню, какой был спектакль, «Холстомер», а я написала этот рассказ. Прям вот сразу. Ну да, я была предоставлена сама себе, видимо, и решил поразить маминого воображения. Прям я это тоже, эмоцию эту помню, что сейчас я поражу маминого воображения, написав ей рассказ. Я написала, бабушка почитала и вот выбросила его, сказав, что с этим нельзя шутить, писать может только тот, кто имеет на это право. Это очень дурно написано, видимо, и ошибки там какие-то были, об этом я уже не помню. Орфографические. Ну да, и она прямо это раз и выбросила. О чем был рассказ? Об дуванчике. Вот как на лесной поляне рос одуванчик, и какой он был сначала желтый, потом он стал такой белый и мохнатенький, потом подул ветерок, и одуванчика не стало. Он был такой философский отчасти. Вот, но учесть его постигла, не завидная жизнь. Про экранизации хочу поговорить. Вот одна из, насколько я понимаю, успешных экранизаций, это богиня прайм-тайма. И, насколько я понимаю, прототипом конкретный человек послужил Арина Шарапова. Вы когда работали, вы вообще знакомы с Ариной? Конечно. Вы ей сказали, что она станет персонажем повествования? Нет, конечно. И у меня таких случаев было несколько. Когда я написала какую-то историю о реальном человеке, несмотря на то, что в богине Шараповская только, ну, как вам сказать, профессия и внешность. Еще может быть... Разве, извините, что я перебиваю, разве там некие конфликтные описанные ситуации, разве я их узнал? Нет, нет, нет. Есть там вот профессии, конфликтные ситуации, связанные с профессией, внешность. Отчасти немножко там ее дом похож на дом Арины, да? Все вот эти там перипетии, любовные истории, они, конечно, все придуманы. Она никогда не была замужем за оператором. Но у меня такая история вышла с самой первой книжкой, которая называется «Персональный ангел», где я просто услышала историю жизни дяденьки по тем временам очень богатого и влиятельного. Я бы никогда с ним не была знакома, но с ним на одном курсе училась моя приятельница в университете. И мы как-то оказались в одной компании с этим дяденькой богатым и влиятельным. И дяденька, то ли под пив, то ли у него настроение такое было, он как-то немножко рассказал о себе. Я думаю, надо же вот судьба какая-то. Уточню сразу, он рассказал то, что не было известно, нельзя было нагуглить. Да, не-не-не, это и гугл никакого не было. Вот, это был 99-й год. И я написала историю, ничего не сказав ни дяденьке, ни вот этой своей приятельнице, которая с ним дружила. И мне даже в голову не пришло ничего, вообще ничего не пришло в голову. И потом книжка вышла, он мне звонит и говорит совершенно... Он, ну, правда, был очень влиятельный человек, и он таким тяжелым голосом мне говорит, что ты наделала, как ты могла, это моя личная история. Я говорю, а там все изменено, и фамилия, и имя, и обстоятельства там некоторые. Я говорю, что вы, что вы, это никто не узнает, не узнает. Он мне сказал фразу, я запомнила на всю жизнь. Кому надо, все узнают. И потом, когда вот я писала богиню, я тоже с чего-то решила, что в связи с тем, что все-таки это никакой не роман про Шарапова вообще нигде, это роман про телевизионную ведущую, который отчасти напоминает Арину, и у которой отчасти такие же проблемы там на работе, как у нее. Они на самом деле у многих телевизионных ведущих одинаковые. Ну и ладно. И потом, когда она мне дала по башке... Отдала по башке, да? Конечно. А ты что, обалдела? И я... И с тех пор, ну много лет с тех пор прошло, я все-таки стала немножко поумнее, и я все-таки стала спрашивать разрешение. То есть если я пишу и понимаю, что человек хотя бы в какой-то части может себя узнать, я у него или спрашиваю разрешение, или если... Нет, я всегда спрашиваю разрешение. И если он говорит нет, то мне приходится все до неузнаваемости менять. Вообще все. К вопросу об ударениях, я всегда считал, что боепик надо говорить, а оказывается боепик... Боепик? Да, да. Вот. Если бы снимался бы сериал или снимался бы по полный метр у вас, у писателя Тани Кустиновой, кого бы вы хотели видеть исполнительницей? Меня? Кристину Бабушкину. Кто это? Это прекрасная актриса из МХАТа, из МХАТа. Как вы быстро ответили. Я могу сказать, почему. Потому что она играет одну из героинь моих любимых, Маню Поливанову такую, которая... Это героиня, я ее придумала. Она по профессии писательница, она вообще на меня не похожа. Вообще не похожа. У нее там, я не знаю, там длинные волосы. И она такая, знаете, она такая полячка. У нее в семье польские корни, она поэтому Кристина. Но она вот эту писательницу, потому что там действует писательница, она играет прям безупречно. И мне кажется, она бы и меня сыграла отлично, понимая, что писатели, во-первых, народ сумасшедший, во-вторых, народ арбатящий. Обычно этот вопрос, во-первых, вставит в тупик, то есть человек берет паузу, подумает. А во-вторых, вызывает раздражение. У вас есть какой-то набор вот ваших фирменных вопросов? Которые вызывают у меня раздражение? Которые вызывают раздражение у ваших собеседников, у тех, у кого вы берете интервью. А, ну, разумеется, есть. И вы прекрасно знаете эти вопросы. Расскажите смешной случай на съемочной площадке, вы понимаете, да? Что вас привело в актерскую профессию? Человек не знает, как отвечать. Ничего его не привело. Он пошел в кино, посмотрел там фильм «Укращение огня» и понял, что он хочет быть Кириллом Лавровым. Все. Что касается вопросов дурацких, которые задают мне, то это вот как вы начали писать и где вы берете сюжет. Потому что я не знаю ответа на этот вопрос. Писать я начала в 7 лет, мы это уже установили ручкой на бумаге. Сюжеты я придумываю, и в моем случае нет ничего проще, чем его придумать. То есть его гораздо труднее написать так, чтобы это было похоже на правду, чтобы человек был похож на человека, чтобы бабушка была похожа на бабушку, а собака на собаку. Вот это сложно. А сюжет придумать вообще ничего не стоит. Это ерунда. Вы когда пишете, у вас вы картинку видите? Конечно. Почему, конечно? Я не знаю. Не, не, я как все вот как раз шизофренические, шизофреники, я как раз вижу картинку, кино я вижу. Я вижу кино. И потом, когда происходит вот это чудо под названием экранизация? Во сколько? В десятки ведь. Ну, сняты все романы, кроме одного. Это 42. Так. Картинка, которую вы видели в голове, когда писали, и картинку, которую потом вы видите на экране, хоть когда-нибудь они совпадают? Нет. Ну, я должен был спросить. Очень редко. Но бывает, когда мне очень нравится то, что снято. Например, вот фильм «С небес на землю», где как раз играет Кристина Бабушкина и Павел Трубинер. Они в главных ролях. Там прям прекрасно. Это совсем не та картинка, которую я себе рисовала, но она прекрасна. А как вы вообще относитесь, в принципе, к этому жанру экранизации? Считаете ли, что в мировой литературе есть памятники, которые вообще, в принципе, нельзя экранизировать? Или любое написанное произведение, которое напечатано, вышло в виде книги, может быть потом перенесено на экран? Конечно, есть литература и книги, которые экранизировать нельзя. Тот же «Мастер и Маргарита». Несмотря на то, что есть масса экранизаций. Масса экранизаций, но лучше их не экранизировать. Почему? Не смотреть. Не получается ничего. То, что получается, вообще не то, что написано в книге нигде. Вообще совсем-совсем. Мне кажется, что есть книжки, там та же, например, Мэри Поппинс, который экранизировал Уолл Дисней с Джулией Эндрюсона. И они совершенно по градусу, они совершенно вот такие синхронные. Это великая книжка и великий фильм. Прямо вот на самом деле. А есть какие-то явные вот эти вещи, которые не даются. Непонятно, как их экранизировать. На самом деле вот непонятно, как экранизировать при огромном количестве экранизаций. Тоже Анну Каренину. Непонятно. Потому что у Толстого в романе столько вот этих вот пластов, что о чем снимать, не ясно. Что снимать-то? Обретение Бога, обретение любви, крах любви, фильм о прощении. Потому что там, на мой взгляд, основной герой Каренин и тема прощения. Христианского прощения. И это все запихать в кино, даже если сделать его 44-серийным, ничего не выйдет. Ничего не выйдет. И несмотря на большое количество экранизаций, я считаю, что этот роман так никогда экранизирован не был и не будет. Экранизированы отдельные сюжетные линии. У меня, конечно, то, что поражает в экранизациях этого произведения, то, что там главный, ну, в вашей системе координат, персонаж Каренин, старик Каренин, он же у Толстого был 40-летним. Да, 37 лет ему было. Ну, совершенно молодым таким мужчиной. Вы считаете, что это просто дань, как бы, традиции? Потому что в то время, в общем-то, 40-летний это уже был поживший мужчина. И для того, чтобы вот это представление автора о том, что это опытный поживший мужчина, сохранить. Или это просто вот инерция мышления создателей произведений. Жень, я считаю, что инерция мышления. Я считаю, что инерция мышления и невозможность, опять же, кинематографисту втиснуть в молодого человека вот этот Каренинский весь ужас, страх, потом святость, и он святой. В молодого человека... Я думался об этом. Да, в молодого человека это не вместить. Всем хочется, не хочется, а проще сделать так, чтобы это был такой вот дедуля, ну, еще вроде на своих ногах стоящий и поддерживать которого не надо, но очень такой прям вот глубоко-глубоко пожилой, ну, условно, да? Именно вот вы хорошее слово сказали, поживший. Потому что как это молодому человеку сыграть, вообще непонятно как. Никак. Это не сыграть. Про мужское и женское сразу я начал думать и вспомнил ваше заявление, что гениальным может быть только мужчина, что женщина не может быть гениальным. Вы хотели эпатировать собеседника и зрителя или вы действительно считаете, что гениальность это такой вот сугубо гендерный какой-то вот признак? Я считаю, что сугубо гендерный признак. Как борода. Наверное, и где-то тоже вот в пушкинские времена какие-то ходили там портреты, как вот женщины с усами. Она в свете вызывала какой-то необыкновенный ажиотаж. У нее прям были и даже сохранились вот эти портреты этой женщины с усами. И я считаю, что гениальность это неотъемлемая принадлежность исключительно и только мужского пола. потому что мужчина по определению, по тому, как он создан, он ничего не боится из того, чего боится женщина. Вот это вот всматривание в бездну и поиски в себе бесов – это абсолютно мужское занятие. Женщине никогда не придет в голову тушить пожар керосином. А мужчине придет хотя бы для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. И задача женщины – согласна она с этим, не согласна. Хочет она, чтобы ее называли в мужском роде или в среднем, или в каком угодно. Ее задача – от этой бездны оттаскивать детей, мужчин и тех, кто порывается туда прыгнуть. А задача мужчины – туда порываться. Гениальность – это же, как вам сказать, это же… Патология. Это патология. Это не абсолютный плюс. Это, скорее всего, абсолютный минус. Это очень сложно. И женщине это не вынести просто на плечах на своих. Я совершенно убеждена, что она… Если она дается… Гениальность – это она же с небес дается. Она дается только тому, кто способен ее вынести. А способен ее вынести – мужчина. – Это такое вот заявление. Вы не боитесь вызвать раздражение у феминисток? Я знаю, что вы говорите, что вы феминист. Наоборот, как бы. Но, тем не менее, это настолько не в тренде нынешнем. Я бы назвал это заявление провокационным отчасти. Жень, но, опять же, как Чехов писал, кому нравится Конституция, а кому – свиной хрящ. Понимаете, феминистам нравится одно, а мне нравится другое. И они мне ничего не должны доказывать. Не я им. Я просто, ну, как вам сказать, как человек, который, во-первых, бесконечно пишет, во-вторых, бесконечно читает, в-третьих, бесконечно думает. Да, я вот пришла к такому выводу. То есть я, например, понимаете, у нас с моим мужем одинаковое образование, да? Ну, вы же сокурсники. Нет, он старше меня. Мы одноинститутники, как это сказать. И я вообще не могу понять, как он думает. То есть я понимаю, о чем. Я понимаю. Но как он думает, я понять не могу. Я знаю его 35 лет. И он настолько в голове свободнее меня. То есть он, понимаете, я точно знаю, что я никогда не смогу так, как он думать. Никогда. Это мы просто разные совершенно существа. У нас по-разному устроен мозг. Поэтому я и говорю о том, что мной сформулировано, как некий личный опыт. Я же не навязываю его никому. Вы упомянули мужа. И, значит, мы переходим к теме домашних животных. Домашних, да. Я знаю, что... Муж в их категорию не уходит. Что наши продюсеры всегда просят, чтобы гость пришел с каким-то артефактом. Я так понимаю, что в данном случае в качестве артефакта выступает это животное. Это моя собака. Ее зовут Кристи. А мы взяли ее на Рождество. Ее имя Крисмас. Мне очень нравится, как называется... Рождество вот прям вот... Не-не-не, на Рождество три года назад. Просто в рождественские дни, поэтому и назвали ее там Рождество. Она у нас дама, петербурженка, поэтому очень хорошо воспитана. В Петербурге мы ее взяли не где-нибудь, а на проспекте культуры. Слушайте, и... А что значит взяли? Это был зоомагазин? Нет, это был питомник, где выращивают собак. И мне очень хотелось маленькую собачку. Очень хотелось. Всегда. У нас на улице, а мы выросли в таком стародачном поселке в Кратово, у нас жил старик. В нашем поселке было полно стариков. Они все были профессора и доктора наук. А этот старик... Я уточню, они физики все были, доктора наук? Это по-разному. Нет, нет. В основном были, конечно, именно какие-то технари, потому что им там давали дачи после того, как их перестали давать железнодорожным служащим. Там были железнодорожные служащие, и это считалось очень круто. Знаете, вот эти путейцы, инженеры, а потом, значит, вот давали техническим работникам, потому что рядом большие технические институты. ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический, ЛИИ, летно-исследовательский. Вот. И ходил старик, я не знаю, был ли он профессор или доктор наук или нет, но он был чудесный совершенно, и за ним в магазин ходил, и за ним всегда бежала маленькая собачка. Вот прям маленькая. Они ходили, вот она чихает, значит, это я говорю правду. Да. И она за ним вот так вот всегда бежала и зимой, и летом, и когда он заходил в этот магазин, магазин был рядом, она его ждала на крылечке, а она прям была вот крошка вот такая. И все бабушки, и все соседские няни, которые выходили с детьми на эту улицу, на нашу, все недоумевали и говорили, ну вот они странные люди, вот эти вот научные работники, зачем нужна такая собака? От нее одна морока. А мне так хотелось. А я выросла в семье, где всегда держали собак, но маленькую никогда было, нельзя почему-то завести, потому что, ну, это какой-то баловство. И вот только вот три года назад, три с половиной, мы ее взяли, она теперь все время со мной, но мне очень нравится, как называется порода. Порода называется пражский крысарик, и это собака, ловец-крыс. То есть они передушили, вот это когда чума была в Праге, да, по легенде, спасли город. И у нас вот на участке она двух крыс поймала. Она сама размером с крысу безогенде. И вот тут опять история о конце феминизма, да, я уже в начале, к вопросу к предыдущему. Я остаюсь на даче, мой муж уезжает в Москву на работу, а понедельник, такое солнечное прекрасное утро, лето, и моя собака вот эта прибегает, улыбается во всю пасть, просто она улыбается, а на крыльце у нас лежит полудохлая крыса. Обычай. Еще ладно бы, она была дохлая, а она полудохлая. И я не знаю, что мне делать. Вот что мне делать? Я звоню Женьке, мужу моему, и говорю, Женя, Женя, а дело происходит в понедельник. Я говорю, Женя, Женя, что мне делать? У нас на крыльце полудохлая крыса. Он мне говорит, ну, сгреби ее там, я не знаю, метлой ее в совок и вынеси в компостную кучу. Я говорю, как? Я не могу. Я не могу ее сгрести в этот совок, она еще непонятно, живая или нет. Он мне говорит, хорошо, не надо, жди, я в пятницу приеду и уберу сам. Тут феминизму моему наступил окончательный конец, он потерпел крах. Я вызвала соседа Виктора Николаевича, ему 90 лет, и он служил всю жизнь начальником охраны Олеонидовича Брежнева. То есть он такой бравый мужчина, он такой бравый. А я говорю, Виктор Николаевич стучил страшный, у нас на крыльце крыса. Виктор Николаевич, который матерится, как дышит, значит, объяснил мне, куда я должна идти вместе со своей крысой, пришел, значит, забрал эту крысу и в дальнейшей судьбе я ее не знаю. Но вот собака у меня охотничья. Очевидно, совершенно. Вы не нормативную лексику упомянули, но когда говорили о своем соседе. А сами употребляете в быту? Конечно. К чему, конечно? Нет, нет, нет. Я, разумеется, как это сказать, в гражданской жизни ей не пользуюсь. Но если я перевернула на пол кастрюлю молока, я не говорю, боже, как я сегодня неловко. Я по-другому говорю. Как вы относитесь к тому, вот как писатель, что издательство с каких-то пор, я сейчас не вспомню точно с какого года, все те книги, где употребляется русский народный язык, так скажем, вот эта самая лексика, запечатывают и заклеивают, как, значит, вот, ну, они не могут быть в магазинах, продаваться в таком виде, чтобы их могли пролистать. Я считаю, что их, во-первых, нужно запечатывать так, чтобы их трудно было открыть. Вот хорошо бы, чтобы их так дома нужно было, купив книгу, в которой используется эта лексика, чтобы ее нужно было, допустим, пилить ножовкой. И тогда любой читатель, он бы задумался, хочет он, придя домой, пилить ножовкой, значит, вот эту покрышку или не хочет. Я абсолютно честно не понимаю авторов, я не понимаю их искренне, которые не могут с языка вот этого вот, с ненормативной этой лексики перевести текст на общеупотребительный язык. Но как же правду жизни и присказка из песни слова не выкинешь? Нет, это она тут совершенно ни при чем решительна. Решительна она тут ни при чем. Никто из нас не ходит по улице голым, хотя, когда крайне жарко, это удобно. Но есть какие-то выработанные столетиями и десятилетиями нормы человеческого общежития. И то, что все дети, взрослые, молодые, старые, школьники, студенты, бабушки, дедушки, вагоновожатые, вагонопроезжающие, все матерятся как извозчики, сейчас это модно. Это никуда не годится. И то, что это стало модно в 90-е, мне понятно. Там какую-то плотину прорвало, мы все освободились, стали мы все вольные птицы, стали мы выражаться так, как хотим. Это вопрос, мы не будем сейчас дискутировать о нем. Но то, что если писатель не может выразить эмоции, которые он хочет выразить, а гражданским языком, значит, ему надо немножко еще поучиться быть писателем. Даже про прямую речь, когда мы говорим про прямую речь персонажа? Когда мы говорим про прямую речь персонажа? Ясно. Это не потому, что ее ханжа. Я понял, есть тема для полемики, нет времени для нее. Наше время подошло в этой передаче к финалу, и у нас есть традиция, что Золотая Рыбка у нас исполнит то пожелание, которое гость вслух. Одно? Да хоть сто, сколько есть. А надо пошептать? Нет, надо прям так, чтобы зрители услышали. Дорогая Золотая Рыбка, вот смотри, ой, она прям смотрит. Ну, конечно. Вот смотри, специально обучена. Мне очень хочется быть хорошим писателем. Пусть бы я была хорошим писателем. Пусть бы мои дети отдавали себе отчет в том, что они делают. Пусть они не всегда будут правы, но пусть они понимают, что они делают. Пусть будут здоровые близкие все, собака пусть долго живет, и лето пусть будет хорошее. Вы прям сяли и так прям, я считаю, что грубо нарвались не на комплимент, а на констатацию факта. Вы хороший писатель, поэтому вот это вы просто попотратили. Спасибо. Вот это пожелание зря. Ну, нам, читателям, беднее. Спасибо, да. А вам спасибо за беседу. Субтитры сделал DimaTorzok